Не первый раз глава Сочи поднимает вопрос о сохранности уличной инфраструктуры города. К порядку он призывал все службы и жителей курорта. Новые скамейки, тротуары, дорожное полотно, зеленые посадки и многое другое. Все это является украшением курорта и должно служить не один год жителям и гостям города. Вывод. Гостевые части города нужно патрулировать круглые сутки. Ну, днем, наверное, меньше, потому что днем больше людей. Только недавно Сочи расствел. По всему городу появились яркие клумбы с декоративными цветами. Следят и за газонами. Правда, находятся и вандалы. Не так давно сотрудники полиции задержали жителя Ставропольского края. Зачем он украл 30 кустов, объяснить мужчина не смог даже следователям. А за это, казалось бы, несерьезные преступления грозят вполне серьезные реальные сроки. За данное деяние уголовным кодексом предусмотрено по части 1 ст. 158 до 2 лет лишения свободы. В данный момент ведется расследование, после чего будет принято решение. Клумбы и газон – не единственные объекты, которые подвергаются атакам вандалам. Они портят навигационные знаки, ломают скамейки и даже сносят остановки. Не гнушаются они и порчи лифтов для инвалидов. Чтобы отремонтировать этот механизм, нужны большие деньги. Все лифты и подъемники импортного производства. Цена ремонта – не единственная сложность. Ждать детали тоже очень долго. Во время Олимпиады правопорядок помогали охранять казаки – более 500 человек. Их работу оценили многие. На сегодняшнем совещании глава предложил восстановить деятельность патрулей, в которые будут входить казаки и сотрудники полиции, увеличить их количество. К слову, продуктивное взаимодействие этих структур уже налажено. Казаки заступают на охрану общественного порядка совместно с работниками полиции. Проходится обучение, всегда работают на повышение своего уровня благодаря полиции, которая нам оказывает помощь, совершенствуя свои знания. Анатолий Пахомов призвал руководителей всех районов внимательно следить за муниципальным имуществом и по любому факту вандализма обращаться к сотрудникам полиции. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова